шалом друзья добрый день шалом из хайфы из мессианской общины шавей цион и мы желаем всем вам благословения от нашего небесного отца и здравствовать сейчас всех пугают коронавирусом и прочими разными неприятностями и мы должны быть мудры с одной стороны не бояться и смотреть на небеса с другой быть рассудительны советуют мыть руки мойте руки проветривайте помещение закрывайте лицо если нужно закрывать от всяких чихов и кашлей и будем надеяться что господь нам поможет я хочу прочитать или обратить точнее ваше внимание к луке 21 главе и там идут апокалиптические предсказания которые наш господь еще говорит и очень сложно конкретно отнестись к тому или другому промежутку времени потому что подобные явления были на протяжении последних двух тысяч лет именно поэтому не нужно входить в панику и с другой стороны мы должны быть разумными и когда что-то называют пандемией и люди боятся выходить на улице или боятся заразиться и умереть нужно соблюсти некий баланс понятно что это все отзывы или намеки или даже вхождение в какие-то эсхатологические моменты все-таки вот что сказано в писании люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий то есть наверное даже больше будут страдать от страхов и ожидания страхов или бедствий каких-то чем от самих вещей и еще говорит когда начнет все это сбываться 28 стих 21 главы евангелия от луки тогда восклонитесь поднимите головы ваши потому что приблизилось избавление ваши я хочу сказать что этот момент когда если мы позволим страху вселиться в наши сердца то мы будем сильно проигравшими если мы будем уповать на господа и использовать это время для того чтобы обратиться обновиться укрепиться то мы будем выигрыши вы знаете пару дней назад я не знаю где вы живете мы в районе хайфы пошел рано утром дождь и уже объявили что израиль в израиле водится карантин не могут собираться больше чем 10 человек и т.д. и т.п. и которому подчинились сегодня все и верующие неверующие бегут без оглядки чтобы схватить чего-то и бегут и не могут схватить и на самом деле это время когда мы можем быть немножко больше с нашими семьями я советую чтобы мы могли позаниматься и домашними уроками с нашими детьми и подтянуть их метки но чтобы мы могли обратить сердца отцов к детям детей к отцам и чтобы все вместе семьями могли обратиться к небесному отцу утвердиться в нем обновиться в нем сейчас я хочу перейти к некоторым вопросам которыми нас иногда благословляют наши слушатели и читающие наши все медсвязи и попытаюсь ответить на некоторые из них возможно мои ответы будут не полностью классическими но попытаюсь я это сделать и вот первый вопрос получается что если я как верующие еврей не еврей буду в шаббат уделять время богу то получу нечто больше чем в остальные дни и если это так то может быть подобным образом относиться к кашруту праздником да и вообще к торе то есть еврею это положено они еврею это не нужно но если они делают то как бы больше заработают вы знаете такая постановка вопроса по моему вообще неправильная одно из мест писания говорит если я делаю то что должен делать то какая мне за это награда то есть если я женился являюсь мужем и отцом семьи и исходя из этого статуса забочусь о своих ближних то что за это я должен получить награду я сам выбрал жениться я сам выбрал завести семью я сам возложил на себя этот ах ах рают эту ответственность подобным образом если мы сделали шаг и откликнулись на божественный призыв пошли за ним и стали ходить перед ним как верующие и кто-то получает призвание служить богу тем или другим образом не говори я делаю это и за это должен получить какое-то воздаяние гмулили воздаяние мы получаем только за то что мы откликнулись все остальное мы делаем потому что не делать павел быть не можем и мы говорим не могу не делать если не делаю так чему призван я просто деградирую и как человек и как верующий подобным образом отвечу на этот вопрос писание вообще никогда нас не ставят если ты что-то исполняешь из заповедей или не исполняешь будешь наказан или будешь не наказан конечно написано израилю соблюдешь будешь благословен на земле но мы должны понять этот концепт писание говорит не кради поступай разумно сделай правильно это заповеди и если ты так поступаешь то соответственно исходя из принципа мера за меру жизнь будет благосклонна к тебе хоть иной раз мы знаем что некоторые верующие или неверующие неважно поступающие правильно страдают эта вещь которая не входит в формат исходя исходит исключение из правил короче говоря в этом вопросе евреи призваны исполнять шаббат и сделать кашрут и потом это какие-то наши мистические дела между небесным отцом неевреем однозначно сказано вы не должны этого делать это вам не прибудет и не убудет хотя некоторые говорят мне это класс я чувствую ну делай нормально но если ты это делаешь чтобы чего-то поиметь и заработать это крайне неразумная позиция неразумный подход так не подходят к небесному отцу я помню высказывание одного верующего который сказал такие слова если я следую за богом чтобы попасть в рай то что-то со мной не в порядке я следую за ним ради него самого потому что люблю его это тоже самое как мы относимся к нашим близким я имею семью потому что люблю свою жену и я люблю своих детей и вот это моя семья это то что строит меня я следую за небесным отцом потому что он раскрыл во мне истину раскрыл мне себя мне это понравилось я сделал выбор и пошел за ним ну вот так как то я смотрю на этот вопрос в Продолжение следует...